Природа сегодня поскупилась. Пытавшаяся пробиться сквозь пелену облаков солнца так и не выглянула. Зато как щедры были мужчины. Не жалели добрых слов и пожеланий. Признавались, что женщины для них все. И, конечно, покупали цветы. Для кого выбираете цветы? Ой, у меня много знакомых. Я здесь живу больше 30 лет, поэтому очень много знакомых. Ну, в первую очередь для жены, конечно. Ну, и хотелось бы всем подарить, но в наше время. Для жены, конечно. Уже как бы на работе девушек, женщин обдарили, теперь уже домой. Ваши пожелания женщинам сегодня? Чтобы были всегда такие, какие они есть. Мы к ним привыкли. Только к таким. А также, чтобы были бы молодыми, красивыми и всегда-всегда нам нужными. Без них мы не можем жить. Светлого весеннего солнца, счастья, удачи, любви. В этот прекрасный день хотел бы пожелать потеплее погоды, хорошего настроения. Как можно побольше искренних пожеланий. И цветов, конечно, море цветов. Главное – здоровье, счастья, любви. Женщинам пожелал бы я терпения. Терпения, терпения и любви. Всего самого хорошего. А главное – здоровья. И долгих лет жизни. Здоровья, счастья, любви. Чтобы все время были красивые, жизненные, радостные. Самые-самые лучшие пожелания. Какие можно пожелать? Им хорошо, нам еще лучше. Ну, какие пожелания? Красоты, здоровья, любви. И чтобы было все прекрасно в дальнейшей жизни. Ну, праздник, правда, маленькое солнышко нет. Ну, а так все равно празднично и женщинам хорошо. Я посчитал, чтобы его бы лучше и ввели бы, как официальный праздник. Это было бы приятно женщинам. Ну, и заодно и мужчинам. Женщинам счастья, любви, веселья, здоровья, тепла, быть любимыми, не знаю. С 8 мартом, женщинам. Мы вас любим, ценим. Всего наилучшего. Счастья, здоровья, успехов, побольше. День уже, конечно, в наше время тяжелое. Ну, всего, чего может пожелать мужчина. Крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения, ну, удачи во всем. Женщинам что можно желать? Только добра. Они у нас самые красивые. Даже не в празднике, они всегда красивые. Все прекрасные. Ведь они нам дают жизнь, они нам ее портят. Но все-таки больше радости от женщин. Поэтому им здоровья, удачи, чтобы дети любили. Чтобы и тещам отдельно, чтобы детья им носили на руках. У меня, скажем, теща прекрасная, правда. Ну, ничего. Поэтому еще раз им здоровья, улыбки, праздничного настроения сегодня. И по жизни, чтобы были всегда они, как моя жена. Она поет, танцует. Спокоя от нее нет. Она такая у меня энергичная. Чтобы они все были энергичные. И еще раз их с праздником. Всего-всего-всего. Цветов по жизни. Ну, чтобы мужчины, конечно, любили. Если женщина нелюбима, то она уже, можно сказать, наполовину женщина. А если она любит, то она цветет. В общем, любви. Чтобы мужчины, как сказать, любили, уважали и ценили своих женщин. Всем, всем девочкам, женщинам. Мы в советское время знали, что это за праздник. Поэтому самого наилучшего пожелаю всех самых-самых весеннего настроения, в первую очередь. Здоровья пожилым. Ну, всего-всего самого наилучшего. Женщины – это наша радость. Поэтому это замечательный праздник. Чтобы они всегда оставались прекрасными и любимыми. И были любимыми. А свою любимую, как ласково называете? Оленькой. Лаймошка. Потому что она у меня лайма. Ну, юленькая, юленькая, юленькая. Больше как-то не знаю никак. Юленькая, любимая. Все. Милая. И любимая, милая, сокращенно милая. По-разному. И ласково, и красиво, и все. Ну, что там, киска, зайка, лапа? Всякому, по-всякому. Миленькая, хорошая. Котя я называю. Солнышко. В общем-то, всех так называю. Потому что женщина, как солнышко. Она светит, лучики вогревают. Очень здорово. Так что все нормально, все хорошо. Свою любимую. Нелечкой называю. Вот. Ну, что еще сказать. А как-нибудь еще уменьшительно-ласкательно? Ну, до Польши вроде бы как-то. И вот так привык. Привыкли с молодости. У вас есть любимая? Только жена. Как называете свою жену уменьшительно-ласкательно? Я не буду говорить. Секрет. Это мой, да, мой секрет. Танюша? Не знаю, как. А котик, солнышко, лапушка? Нет, не предпочитаю клички. Солнышко. А еще? Пока только так. Дорогая, любимая. Ой. Алчонок. Мою жену зовут Алла. Я ее называю Алчонок. Нежно-ласковая. Так я ее так и называю любимая. Она ласкательная. Лидочка называю ее. Лидочка любимая. Не придумываю. Там зайчики всякие, там крокодильчики. Я не придумываю. Она просто женщина любимая. Как ее можно сказать по-другому? Лапушкой. Ольгуша. Ну, много ласковых слов. Наверное, самое частное. Вордо. Вордо. Солута. Зайкутис. Да, только в Зайкутис. Восьмое марта для вас праздник или хлопотный день? Нет, для меня праздник. Для меня даже, ну, большой праздник. С вчерашнего вечера даже, можно так сказать. Это как бы каждый год. Ну, в этом году, наверное, не хлопотный. Дочка дома, так что больше она готовит. А мне вот так только по магазинам приятные праздничные хлопоты. С удовольствием этим занимаюсь. Хлопочу. Ну, и праздник, и хлопотный день. Как бы хватает беготни, как говорят. И хлопотный, и праздник. Ну, вот мы идем с цветами. Вот набрали цветов. Сейчас пойдем вина купили. Сейчас чем-нибудь накроем. Жена там по своим делам там, она ушла. Вот надо ее встретить, чтобы она почувствовала праздник. Даже посуду, когда помоешь, она радуется. Даже, скажем, в простой день, просто даже помоешь посуду, она довольна. А в праздник тем более. Ну, швентяйшка. Ир сурупишь, ирекешь жмона посвякинти, ир дукрас посвякинти. Ир шеип высокую фрикалу. Ну, надо и посудиститься иногда. Как говорится, чтоб не засиживались. Скажем так. Так что самое наилучшее пожелание. Вы знаете, со временем он превращается в праздник. А поначалу? А поначалу это была обязанность перед мамой, перед бабушкой. Ну, и как учил папа, естественно, чтобы все были женщины довольны. Обязательно нужно, чтобы девушки и женщины были в этот день всегда прекрасны, красивы, ибо их любили. Праздник? Конечно, праздник. Женщина для мужчин всего. Ой, у меня вообще после Нового года много праздников, так что это зачислено к праздникам. И уже за много-много лет эта традиция как бы из года в год. Поэтому праздник? С праздником вас! Скорее всего, праздник. У вас есть сомнения? Ну, нет. Праздник. Ну, и то, и то. Праздник вообще. Ну, для меня не очень хлопотный, мне кажется, радостный. Не хлопотный. Ну, тут двояко, сказал бы. С одной стороны, приятная суета. Вот. Ну, а с другой, праздник, конечно. Все-таки же своя половина, которой ты в жизнь прожил. И в радости, в горе, там, все прочее, как так. Конечно, праздник. Женщин всегда праздник. Всегда приятно видеть прекрасных женщин. И делать, чтобы они еще были прекраснее. А как это делать? Говорить, люблю. Дарить цветы.